В этом видео я хочу вам рассказать, как вязать кольцо амигуруми, или оно еще называется скользящее или волшебное кольцо. Оговорюсь сразу, что это совершенно не единственный способ, которым начинают вязать амигуруми. И, кстати, я лет 5 или 6 первых вязала куколок амигуруми, совершенно не начиная ни со скользящего кольца, ни с кольца амигуруми. Я считаю, что вязать кольцо амигуруми достаточно сложно, и если вы совершенно начинающий новичок в вязании крючком, вам стоит попробовать вязать совершенно другим способом. Ссылочку я оставлю на видео, ищите на экране. Ну а если вы все же хотите научиться вязать кольцо амигуруми, давайте попробуем делать это вместе. Почему же стоит все-таки научиться вязать кольцо амигуруми? А потому что кольцо амигуруми затягивает очень аккуратно начало первого ряда. Для пробного занятия вам стоит взять достаточно плотную пряжу. И поместите в правую руку, между щепотками пальцев, коротенький хвостик. Длинный хвостик поместите на ладошки левой руки. И сделать два оборота вокруг указательного пальчика. Безымянным и большим пальцем придерживайте два конца нитей. Проденьте крючок справа налево, под петлями, которые находятся на указательном пальце. И захватив левую петельку, протяните ее под правой петелькой. Далее подтяните крючок вверх. Указательным правым пальчиком зафиксируйте петельку на крючочке. Поверните ладошку тыльной стороной кверху, чтобы увидеть вот эти петельки. И захватите на крючок рабочую нитку. Рабочая нитка это та, которая длинная ниточка. Проверьте, что вы захватили правильную ниточку. И протащите ее под петелькой. Еще раз захватите рабочую ниточку. И еще раз протащите ее уже в петельки. Освободите указательный палец левой руки. И посмотрите, что у нас образовалось. С одной стороны у нас образовался короткий край, а с другой стороны у нас образовался длинный хвостик. Длинный хвостик это и есть рабочая ниточка. А посрединке у нас образовалось то самое волшебное кольцо. После того, что мы образовали волшебное кольцо, нам надо провязать первый ряд столбиков без накида в само это волшебное кольцо. Подробно, как вязать столбики без накида, я вам расскажу в другом видео. Ссылочку вы увидите на экране. А сейчас я вам просто хочу показать, как затягивается аккуратненько волшебное кольцо в конце первого ряда. Вот таким образом мы получили первый ряд с волшебным кольцом. Желаю вам удачи и легких петелек. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok